Здравствуйте, мои дорогие, с вами ваша бабушка Соня. Как-то на уроке я написала моим ученикам на доске 10 вещей, или, скажем так, понятий, которые Всевышний сотворил после того, как Он сотворил весь мир, прямо перед шабатом, бена арбайм, как бы в сумерках, и не свет, и не ночь, он сотворил 10 вещей, и все эти вещи, все эти понятия, они были очень такие глобальные, например, такие, как ман, колодец мирям, скрижали, текст для скрижали, шамир, который, как лазерная установка, который рассекал скалы, посох Муше, радугу, баран, который запутался в кустах, который потом был перенесен в жертву вместо Ицхака, Авраам, Авраамом. То есть, скажите, ведь скрижали, на которых было 10 тречений у горы Синай, это что-то очень глобальное, ман, 40 лет народ питался, колодец мирям, рот, как бы скажем так, рот, зев, зева, земли, куда провалился корок с его сообщниками. То есть, когда вот мы смотрим на этот список, понятно, что все эти вещи, они какие-то разовые, одноразовые, и, скажем так, на какой-то период, и это специальное творение. Помимо всего мира, который живет по физическим законам, это были какие-то творения чудесные. Радуга, кстати, туда тоже входит. И вот одно из этих 10 вещей, это было рот ослицы, челюсть ослицы. И так как моя группа знала об этой ослице, мы как раз изучали недельную главу Бель-Ам, то я им сказала, я говорю, скажите, вот посмотрите на все эти 10 вещей, вот этот список. Если бы вам сказали убрать одну из этих вещей, которая наименее важна, или которая сюда менее всего подходит, что бы вы отсюда убрали. И моя группа, немножечко поколебавшись, достаточно, скажем так, единогласно пришла к мнению, что челюсть ослицы, ну, оно как-то к этому списку не подходит. Но представьте себе, что такие глобальные вещи и понятия, и вдруг челюсть ослицы, это был какой-то одноразовый случай, говорящий ослицу. Но представьте себе, что едет в поезде какой-то маленький такой скромный старичок, неприметный. И когда он выходит на вокзале, вдруг его встречает огромная толпа людей, и все бегут к нему, чтобы получить от него благословение, поцеловать ему руку. И мы понимаем, что несмотря на то, что этот старичок выглядит, скажем так, очень незаметным и мы такой же, как все другие, мы понимаем, что старичок-то непростой. Может быть, это праведник, скрытый праведник, глава поколения. То есть мы понимаем по тому, как его встретили, что старичок этот непростой. Или, например, какой-то завод супернакрученный, с невероятной степенью секретности, оборудованный по последнему слову техники, с инженерами, которые, скажем так, с самой высочайшей квалификацией. И вот мы, пройдя все степени секретности доступа, попадаем на этот завод и, к своему удивлению, обнаруживаем, что этот завод выпускает разовые стаканчики. И нашему удивлению не будет предела. Значит, какая мысль нам придет в голову? Наверное, стаканчики – это только ширма. Наверное, все-таки этот завод выпускает или ядерные боеголовки, или какое-то космическое оборудование. Но не может быть, чтобы на такой степени секретности выпускали разовые стаканчики. Это может быть, скажем, что-то побочное. И вот что получается. Раз челюсть ослицы, говорящая ослица, стоит в одном ряду с этими грандиозными предметами, с этими грандиозными творениями, значит, что-то есть такое в этой челюсти ослицы. Это не просто так. Скажем так, в сказках мы встречаем, что с человеком говорят животные, разговаривают животные. Но если Всевышний делает такое творение, значит, чему-то это нас должно научить. Ведь книга Торы – это не историческое повествование, это не описательная книга. Тора от слова «гораа» – учение. Значит, чему-то это говорящая ослица должна нас научить. Давайте разбираться, в чем дело. Был такой наемный убийца, который обладал талантами, скажем так, мага-чернокнижника, колдуна, экстрасенса. И заодно был киллер, наемный убийца. Звали его Бель-Ам. Его проклятие, кого он проклинал, как правило, уничтожало этого человека или эту страну. То есть это киллер высочайшей квалификации. И когда ему поступает заказ на уничтожение еврейского народа, то он, немного, скажем так, испугавшись такого заказа, спрашивает, делает запрос у Всевышнего, можно ли ему пойти проклясть еврейский народ, потому что он понимает, что тут уже жареным запахло. Получает от Бога «нет, не ходи». Он настаивает, он пытается все-таки каким-то образом Бога, как бы, не дай бог, объегорить, обвести вокруг пальца, и Всевышний ему говорит, ну хорошо, иди. Если ты так сильно хочешь, иди. И вот Бель-Ам запрягает свою ослицу, а дальше происходит странная вещь. Ослица сначала сворачивается дороги в поле, и Бель-Ам ее бьет палкой, потом она прижимает в узком месте его ногу к каменной ограде, так что, видимо, так раздробила ему коленную чашечку, потому что ему невероятно больно, он ее второй разбьет, и третий раз ослица просто под ним легла. Представьтесь, просто под ним легла, он ее бьет третий раз. А дальше происходит невероятное. Сказано так, и отверз Бог уста ослицы. Давайте прямо прочитаем. Ну что она прямо такого сказала, что ради этого нужно было создавать ее способность к разговору в шесть дней творения. И отверг Бог уста ослицы, и сказала она Бель-Аму, что сделала я тебе, что ты бил меня три раза? И сказал Бель-Ам ослицы, везде издевалась ты надо мною. Будь в руке моей мечи, тотчас же убил бы я тебя. И сказала ослица Бель-Аму. Но ведь я же ослица твоя, на которой ездил ты издавна и до сего дня. Разве было у меня обыкновение так поступать с тобою? И сказал он нет. Вот прочитали мы такой диалог, истории, недельная глава Балах. Ну и знаете, хочется после этого как-то вот, ну, недоумение берет. Ребята, что мы сейчас прочитали? Что это вообще такое было? Что это было? Ну, во-первых, когда я прочитала этой группе, я сказала, а чего здесь не хватает? Вы чему-то удивились? Они говорят нет. Я говорю, значит, вы курили то же самое, что курил Бель-Ам. Они засмеялись. Они говорят, почему курили? Я говорю, ну, вы понимаете, если вы идете по улице, проходит рядом с вами кошка, пытается перебежать вам дорогу, а вы пытаетесь ее отпихнуть, и вдруг кошка вам говорит, глядя вам в глаза человеческим голосом, человек, человек, как тебе не стыдно? Я такая маленькая, ты такой большой. Какая у вас будет реакция? Ну, моя группа говорит, ну, наверное, мы удивимся. Я говорю, слава богу, спасибо за то, что вы вообще ожили, спасибо за то, что вы удивились. Потому что если с вами разговаривает кошка, а вы при этом не удивляетесь, то можно смело спросить вас, что вы курили. Бель-Ам, который маг, волшебник, чернокнижник, с ним разговаривает его собственная ослица, и он при этом не удивляется, ребят, значит, что-то с Бель-Амом не так. Он настолько ненавидит еврейский народ, что он не видит элементарного. Давайте я вам дам пример, который вам немножко будет ближе к нашему сегодняшнему дню. Вы должны ехать на подписание какого-то очень важного договора, документа, суда, какое-то что-то у вас. Вы должны подписать очень важный документ. Будильник не прозвонил, вы проспали, свет вдруг отключили, вы в полу-в полу тьме, вы чертыхаетесь, лифт не работает. Вдобавок к этому, бежите к машине, у вас сломался каблук, машина вдруг с первого раза не заводится, отъехали какое-то там расстояние, вдруг колесо лопнуло. Ну, ребят, ну когда у вас подряд, 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 все не клеится, ну где-то нужно остановиться и сказать, минуточку, что-то здесь не то. Ну не может так быть, чтобы не повезло сразу, ну не бывает, чтобы не везло и в этом, и в этом, и в этом, и в этом. Значит, извините, если вы опаздываете на самолет, и самолет ушел перед, скажем так, взлетел перед вашим носом, и вы не успели на регистрацию, значит, вы не должны умереть 11 сентября, значит, Всевышний вам предусмотрел другую судьбу. Но если Бель-Ам, у него происходит, скажем так, подряд, что ослица себя ведет нетрадиционно, и он на это никак не реагирует, все, что осталось, это ей уже заговорить и сказать, ну неужели ты не видишь, что что-то не в порядке? И сказано потом, и открыл Бог глаза Бель-Аму, и видел он ангела Господня, который стоит с обнаженным мечом. И только тут он понимает, что ослица трижды спасла ему жизнь. Когда у нас что-то в жизни не клеится, что-то не идет, ну вот не идет, ну остановитесь, ну не бейтесь вы головой об стенку, ну не пробивайте вы как бык своим лбом, своими рогами, не идите вы вот так вот через все препятствия ломая. Спросите себя, если так не идет, если вот так препятствие, может быть, это не моя дорога, может быть, я не должен идти по этой дороге, я не должен быть с этими людьми, может быть, я просто, Всевышний ограждает меня, чтобы я не оказался в неправильном месте, в неправильное время. Но неужели нам нужно так много бить нас по голове, чтобы мы наконец остановились и сказали, минуточку, что-то тут не то. Фактически то, что с Бель-Амом происходит, он идет против воли Бога. Всевышний пытается его элементарно спасти от себя самого, ведь известно, что иногда человек самый большой враг самому себе. Когда человек подсаживается на наркотики, когда он связывается с неправильными друзьями, идет не в то место и не с теми людьми, и Всевышний пытается его как-то спасти, иногда посылает ему навстречу человека, случайного прохожего, который пытается его каким-то образом удержать, и если человек не понимает, тогда все, что остается, это уже, чтобы с ним уже осел заговорил. Осел – самое материальное животное. Осел на иврите – это хамор. Материя на иврите – это хомер. Те же слова. Если самое материальное животное, самое далекое от Всевышнего, видит реальность лучше, чем этот маг-волшебник и экстрасенс, если он не видит, что творится у него под носом, а его собственный осел видит лучше, больше, чем он, нет больше пощечины такому человеку, чем та ситуация, в которой оказался Бель-Ам. Его осел видел ангела, а он нет, и он идет уничтожать другой народ. Посмотри ты сам, в какой ситуации ты оказался. Да ты посмешище, над тобой же смеются те, с кем ты идешь, те, кто тебя наняли, они смеются, что твой осел видит больше тебя, лучше, чем ты. С тобой уже осел разговаривает. А почему он не удивился? Потому что ненависть ослепила его до такой степени, что он не только уже не видит, как развиваются события, что надо бы поостеречься, и надо бы сказать минутку, что-то со мной не то происходит, со мной вот что происходит, совсем не так ко мне приходит. Мне руки на плечи кладет, и вот другой меня крадет. А то и скажите Бога ради, кому навстречу руки класть. Всем известные стихи. Когда с нами не то происходит, остановитесь, скажите себе минутку, минутку, что-то, может быть, Всевышний хочет мне сказать. Спасти меня от меня самого. И если это не помогает, и если мы даже не удивляемся, что с нами уже разговаривают ослы, значит, мы хуже, чем ослы. И Всевышний нам показывает, ты бил ослицу, которая тебя хотела спасти, значит, тебя точно так же надо бить палкой, другого ты уже не понимаешь. Чему эта ослица, говорящая, должна нас научить? Понимать знаки от Всевышнего. Считывать их, считывать все, что с нами происходит. Если мы видим, что что-то не то, что что-то не так, что что-то вдруг, болезни участились, вдруг неприятности сыпятся на нас со всех сторон, остановитесь, не воюйте со Всевышним, а скажите, Боже, чего ты от меня хочешь? Я вижу, что ты чего-то от меня хочешь. Помоги мне понять, помоги узнать. Но остановитесь. Не продолжайте этот путь, это не ваша дорога, это не те люди, с которыми вы должны быть. Остановитесь и спросите. Если сами не знаете, пойдите к умному человеку, пойдите к Раву, узнайте, почему с вами происходит то, что с вами происходит. Мы с вами перед Рож-Ашана, перед Судным Днем. Скоро нам дадут новую программу на Новый Год. И давайте мы сюда придем, заплатим все наши долги, встанем на ту правильную дорогу, на которую Всевышний иногда палкой нас гонит, чтобы выправить наш путь, выправить нашу дорогу, нашу жизнь. И давайте будем жить так, чтобы мы были небитые, чтобы не нужно было посылать нам говорящих ослов, которые нам скажут самим, что мы ослы. Давайте просто будем людьми. Хорошего вам, Шанатова, и хороших приговоров. С вами была ваша бабушка Соня.